Продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним запрещена законом с 2010 года. Казалось бы, об этом знают все, но в ходе рейдов в местах концентрации несовершеннолетних и торговых точках полиция каждый раз выявляет незаконопослушных граждан. Вопрос о пресечении правонарушений при продаже алкогольной продукции в торговой сети был вынесен на повестку Дня комиссии по профилактике преступлений и иных правонарушений на территории округа. В ходе проведенных рейдов пресечено 57 фактов розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. В отношении должностных лиц, допустивших нарушение требований федерального закона, составлено 57 протоколов административных правонарушений, цифры выше того года. Мероприятия у нас вроде проходили совместно с нами, с администрацией, да, эффективность этих мероприятий ощутима. Я думаю, ощутимо, так как мы ее изымаем, предотвращаем дальнейшие правонарушения, если в стране проведение правонарушений, кого-то ставили на учет. В городском округе действуют жесткие требования к размещению объектов торговли, на прилавках которых стоит алкоголь. Такие заведения могут располагаться в радиусе не менее 50 метров от социально значимых учреждений. Этот вопрос контролирует управление по трипрынка. На комиссии подвели итоги профилактической работы с лицами, вернувшимися из мест лишения свободы, а также гражданами, в отношении которых судом установлены ограничения. На учете в уголовно-исполнительной инспекции Пощелково состоят 1288 таких граждан. С ними проводятся профилактические беседы, каждому удают направление на трудоустройство через центр занятости. Работа ведется неплохая, взаимодействие налажено, поэтому я думаю, что в этом направлении у нас проблем не возникает. Также на заседании обсудили итоги работы по ограничению доступа на территорию заброшенных объектов. Ранее губернатор Андрей Воробьев дал указание главам муниципалитетов ликвидировать самовольные, недостроенные и аварийные строения. В городском округе речь идет о порядка 75 объектах различной категории. Четыре объекта у нас оформлены уже разрешительной документацией, и сроки окончания строительства в 2023 и 2022 годах. Но у нас еще имеется несколько объектов, которые находятся в муниципальной собственности. Это многоквартирные жилые дома, которые признаны аварийными. Нам бюджет предоставил 10 миллионов. Сейчас будут сноситься три дома. Это по радиоцентрам 5, дом 7, рабочие дом 8 и первомайский проезд дом 4. Муниципалитет продолжает бороться и со стихийными свалками. Выявлено и ликвидировано 19 навалов мусора объемом свыше 1000 кубометров. Этот вопрос был также вынесен на повестку дня совещания. При выявлении мусора также на территории устанавливается собственник данной территории и проводится с ним работа по ликвидации данных навалов. 76 контейнерных площадок, то есть каждая вторая в жилом секторе. Силами муниципалитета оснащена камерами видеонаблюдения. С их помощью надзорные службы отслеживают, кто и на чем выбрасывает строительный мусор, утилизировать который следует отдельно от бытового. 10 фотоловушек, которые установлены в местах предполагаемых, в которых мы уже знаем, что туда часто вывозят мусор, позволяет нам определить этого виновника и передать его на рассмотрение уже отделу безопасности или административную комиссию. Как отметил Виктор Семин, муниципалитет продолжит работу по установке фотоловушек, но уже с функцией автоматической фиксации номеров машин. Это упростит обработку изображений с видеокамер, которые сейчас операторы обрабатывают вручную. Михаил Налётов, Валерий Жглей, Щёлковское телевидение.